Танюш, привет! Ой, Сашка, привет! А я как раз ужин готовлю. Так, ужин, это хорошо. Может, сначала как следует проголодаемся, а? Сашка, отстань, не видишь, у меня нож в руках. Ну, так я тоже не с пустыми руками. Так, Сергей, отстань. Тань, да что такое-то? Да ничего! У тебя все мысли только об одном. Мы как эту квартиру сняли, так у тебя только две радости. Безлимитный интернет и безлимитный секс. Да, а что в этом плохого? А ты сам не понимаешь? Ну, ты вспомни, как раньше в общаге было. То мы Алку по три дня ждали, когда она, наконец, к первой паре уйдет. То Кузе билетик в кино покупали, потому что намеков он не понимал. Да, это, конечно, была жесть. Это была романтика, Сергей, была страсть. А сейчас все превратилось в тупой автоматизм. Давай, давай. Пошли, пошли! Танюш, ну, я люблю тебя и буду любить. И сек тут совершенно ни при чем. Правда ни при чем. Вот и хорошо. Вот и проверим. Потому что я с сегодняшнего дня объявляю секс-голодовку. На месяц. Так будет лучше для нас с тобой. Ну, пасуй, 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 пасуй. Молодец. Вон, вон, смотри. Вон тот, что с мячом, раньше с беленькой и с блестящим встречался. Стал хуже играть, вялый какой-то был. А потом расстался, вон как забегал. Ага, а пас сейчас он кому дает? А пас он дал тому, кто с черненькой со сливок мутил. Слушай, а футбол, оказывается, интересная игра. Ох. Ну, ну давай, беги. Ну, ну, пасуй, ну, пасуй, ну, ну. Слушай, кстати, а вот этот вот смазливый с ободком с кем встречается? Саша, ты что там на кухне делаешь? Опять ешь, что ли? Таня, ну, что ты кричишь? Ну, я его еле уложил, ну, правда. Так, Сергеев, быстро положи одеяльце на место и иди спать. Лапусик, привет. Ну, как там у тебя дела? А ты скоро? Таня, скоро я уже, скоро. Хватит звонить. Эй, Леша, прыг да прыг, прыг, прыг. Скак, 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 Леша, прыг да прыг. Саша, ну, мне нравится. Что ты делал, что ему не нравится? Все ему нравится. Нравится? Леша, прыг, прыг, прыг да скак, прыг, прыг, прыг да скак. Саша, он рот открыл. Ну, посмотри, он недоволен. Папа, всем он доволен. Леша, прыг, прыг, прыг да прыг, 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 прыг. Гена, прыг да скак, Саша, прыг да скак, прыг да скак. Папа, да что это такое, Гена? Отпусти меня немедленно. Видишь, рот открыл, да? Недоволен? Вот и Лёшка так же недоволен. Прыг, да скок, Саша, прыг! Юра! Слушай, Саша, Саша, ты только не рукайся, на меня, мне кажется, что я опять забыла дома утюг переключить. Давай вернёмся, а? Просто я всё время буду об этом думать. Выключила, Танюш, выключила. А почему ты так уверен? Да потому что надоело постоянно домой возвращаться. Слушай, я плиту выключила. Таня, пожалуйста. Фу, Сашка, представляешь, у меня теперь есть телефон Сергея Лазарева. Что? Откуда? А я ему крыло помяла. Таня, 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 Таня. Алло. Алло, Саш. Да, Тань. А ты в навигаторе ковырялся? Ну да, вчера осмотрел сколько километров до Подольска. Ну спасибо тебе, Саш, я в Подольске. Саша, это ты? Да я, я. Я в ванной. Иди сюда, поможешь мне спинку потереть. Конечно. Да иду, иду. Сергей, ты совсем что ли? Ты же сама сказала, спинку потереть. Алёшке, а тебе, Сергеев, я напоминаю, месяц никаких потереть спинку, никаких, давай я тебе массаж делаю, и никаких, слоник идёт в гости. Ясно? Ой, Танюш, а что это у нас сегодня за праздник такой? Пятый Алёшкин зубик? Нет, Саш, сегодня моим осенним сапогам ровно пять лет. Вопрос с сексом, как обычно, возник ближе к вечеру. Саш, а давай здесь, на потолке, повесим зеркало. Сергеева, да я смотрю, ты решила наблюдать за нами со стороны. Нет, Сергеев, я решила наблюдать, как там Алёшка в кроватке. Ну что же, хорошая идея, то есть плохая, потому что ровно через двадцать девять дней Лёшка тоже будет наблюдать за нами. Тот, ну, тот, ну. Да, ты прав, плохая идея. Нет, месть я точно этого не выдержал. Субтитры делал DimaTorzok Да я знаю, Лиль, я смотрела этот фильм. Ладно, извини, домотел куча, завтра созвонимся. Вот, Танёш, я тебе помогаю, пельмешки уже накинул. Только зачем такую большую кастрюлю поставила, не понимаю. Ну, вообще-то это Алёшке. Да? А она что, Алёшка уже пельмени ест? Нет, вообще-то я бельё кипятила. Саша, а ты как свои пельмешки доваришь? Не забудь вот он пелёнки перестирать, хорошо? Помощничек. Саша, поправь, пожалуйста, что ножки не надо было. Куда пойдём? В парк или на пруд? Ну вот, вопрос отпал сам собой. Моя сексуальная диета продолжалась уже две недели. В носорогах нет определенного сезона размножения. Как правило, врачная игра обычно начинает самка. Она приглашает на них самка сильным ударом рога в бок. Спаривание по носорогам. Сергеев, у нас 20 каналов. Что смотреть больше нечего. Никогда не думала, что ты так природу любишь. Да, я тоже никогда не думал, что буду завидовать носорогам. Очень нравится. Так прикольно сочетается вот с этой... Так, Сергеев, а я смотрю тоже совсем. Да, я совсем! Да, я совсем! Всё, хватит! Я задолбался! Я вообще-то нормальный мужик! И для меня это всё мучение! Мучение, Саша, это тебе сейчас семечки с пола собирать. А ради настоящей любви можно ещё пару недель потерпеть. А может, краник? Да ну нет. Давай писулюк. Или солдатик. Ну какой солдатик? Ну солдатик. А может, стручочек? Так вы мне скажете, что с вашим ребёнком? Или нет? Да, доктор. Вы понимаете, он что-то это... Писюнчик постоянно трогает. Стручочек. Ну, с кем я ещё мог поделиться в такой трудной ситуации? Две недели без секса? А это точно ты со мной разговариваешь? В смысле? В смысле? Я бы уже давно умер. Шучу, Сань, не переживай. Это задачка без звёздочки из учебника «Женские хитрости». Правда? И что ж теперь делать? Ну, боюсь, ответу ты не сильно обрадуешься. Но терпеть, Сашенька. Причём терпеть до победного. Пусть сама же обожжётся об свою идею. Иначе такие голдовки у тебя будут каждые полгода. Ну, конечно, терпеть до победного. Ты сам сначала попробуй. А ты зря так, между прочим. Я однажды целых четыре дня терпел. Ну, понятно, понятно. И не усмехайся. У нас на Гавказе свои измерения. А вот тебе, тебе не знаю, что посоветовать. Спортом займись. Говорят, отвлекает. Да и так уже. Шестьдесят раз отжимаюсь. Спасибо. Пожалуйста. Да, Тань. Привет, Саш. Я помню, что я тебя отвлекаю. Да, да. Пятый раз за четыре минуты. Да просто я с полным телефоном не могу разобраться. Вот хочу с компьютера на телефон одну песенку скинуть, а забыла, как. Слушай, Танюш, ты знаешь, у тебя на телефоне есть специальная функция. Сначала нажми красную кнопку и держи. Ах ты! Семеновна, Анна Павловна, спасибо, что постарашили. Ну, завтра, как обычно. Саша, возьми Алёшку. Ну, давай. Ой, он у нас молодец. Ой. В раковину пописал. Да. Да, не везёт тебе, сынок. Тебя за это ещё и хвалят. И ты представляешь, на геостационарной орбите Юпитера находится 63 естественных спутника. У него почти идеальный эксцентриситет. 74 тысячных, если я не ошибаюсь. А сейчас ты вообще упадёшь. Вся поверхность Калиста, ты представляешь? Да, всё, я поняла. Тебе неинтересно слушать про новые Лилии на Бридже. Ну, мог бы сразу сказать? Понимающая ты моя. Чё ходили? Доброй ночи. А мы эти, ваши соседи, если вы забыли, и 46-й. Вот, вы не могли бы в следующий раз, когда ругаться ночью будете, немножко потише, а то у нас там ребёночек маленький. А мы вам 100 рублей в неделю платить будем. А, да, да. Кто там опять? С бутылью твоей? Куда не пойдёшь? Заткнись, дура! Я себе работу нашёл. Спасибо. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok А-а-а! А-а-а! Боль! А-а! Вот, поняла теперь, как это больно. Поняла. Не будешь больше смеяться? Не буду. Вот и не смейся. Саш, кто там? Да опять этот распространитель, который всякую фигню предлагает. Ну, не открывай. Да я не открываю. Нам ничего не надо. Добрый день. В жизни каждого человека бывает ситуация, когда дверь захлопнулась, а ключ остался в квартире. Но теперь совсем не обязательно выламывай дверь. Есть уникальные отмычки. Отмычки. Пошёл вон! Ты достал уже! Нам ничего не надо! Уходи, скотина! Секс-байкот? Да. Пусть попляшешь, на то смотри, повадился. Архипова, ты капец. Вообще-то я Сергеева. Вову, ты с такими закидонами скоро снова Архиповой станешь. Для женщины регулярный секс это как топливо. И без него ты резко начнёшь стареть. А потом вообще всё превратится в езду на плохом автомобиле. Ты как вроде едешь, но удовольствия уже не получаешь. Ну, ты серьёзно? Ты Машу Борисову помнишь? Вот она тоже своего полгода дразнила. И чего? И ничего. У парня теперь жена и куча детей. А у неё кошки и куча комплексов. Короче, сегодня вечером ты должна объяснить Саше, что ты пошутила. Желательно, желательно. Несколько раз. Ну, давай. Ну, давай. Давай, ну что ты встал? Ну, активнее, активнее же, ну. Саш, ну я же попросила за Лёшкой приглядеть, а не футбол смотреть. А я что делаю? Ну, давай. Ну, Лёшка, ну давай, ногами. Активнее, активнее, ну. Давай. Ну, Лёшка. Молодец. После разговора с Лилией я решила прекратить сексуальную голодовку. Но решила это делать плавно. Саш, поможешь слово отгадать? Угу. Самая сексуальная, самая красивая девушка на земле. Анджелина, Анджелина. Четыре годы, Саш. Да быть не может, там ошибка, наверное. Джоли, точно, Джоли. Первые три. Дан. Осталось отгадать последнюю. Дань, да ну фиг знает. Ну, посмотри, там у них ответы в конце напечатаны. Дань, да ты точно гад, Сергей. Ну, балет, туз и две семерочки на погоны. С тебя желание. Ну, и какое будет твое желание? Ночью, знаешь. Желание. Я так и поняла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Намеков Саша не понимал. А, скорее всего, делал вид, что не понимал. Поэтому я решила действовать. Сашка, слушай, я тут подумала. Ну, в общем, я была не права. Так что принимаем мои синие. Саша, ты чего? Как чего? Квозняк. Где ж продует? Саша. 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 Даже так? Ну, хорошо. А ужин ты голенькой готовила? Лиль, да чего я только голышом не делала? И готовила, и стирала, и гладила, и даже лампочки вкручивала. Капец. Да я тебе говорю, ну, прямой. Даже если завтра утром объявят, что конец света, он спокойно дочитает книгу, скажет спокойной ночи и уснёт. Ладно. Есть одно стопроцентное средство. Лиль, да я тебе говорю, что он упрямый. Он даже алкоголь пить перестал. Таня, алкоголь – это для красавицы чудовище. А вам нужен афродизиак. Чего? Ну, это такие вещества специальные. У… От них, у любого, ну, в этом смысле, крышу сносят. А где я его возьму? В том магазине, мимо которого ты часто проходишь и делаешь вид, что ты вдаль сосмотрелась. Короче, покупаешь там баллончик, разбрызгиваешь его по квартире. И как только Саша придёт, вы прямо у порога и помиритесь. Поняла? Всё. Я нашла дома косынку, чёрные очки и побежала в интим-салон за флакончиком примирения. Шпанская мушка. Алло, Сергеев, ты где? В Бразилии. Таня, ну где, где? На работе. Срочно приезжай домой, мне плохо. Очень плохо. Таня, Таня, ты где? Что такое? Что, что случилось? Что, газ? Нет. Это афродизиак. Всё уже выветрилось. Но я, если честно, сама чуть на воздух не взлетела. Понятно. Понятно. Подожди. А что у нас дома делают афродизиаки? Да это я купила. Я просто уже не знала, как тебя. Ага. Подожди, Сергеев, а ты откуда знаешь, что это такое? Так, так, в интернете читал. Не так давно тоже хотел побрызгать. А я смотрю, у нас не всё выветрилось. Афигеть. С этой штукой поаккуратней надо. А то бы ещё чуть-чуть и растерзали бы друг друга. Не говори. Хотя, иногда можно припшикнуть. Ну так, для остроты ощущений. Что? То есть просто так я тебя уже не возбуждаю? Тань, Тань, даже не начинай. А то ещё одно слово и... Ой, не-не-не. Всё, 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 всё. Поздно. Саша, что это было? Я не знаю. Ужас. А как же мы можем жить вместе после такого? Мне даже в глазах тебе стыдно смотреть. Саша, а может я к родителям в Королёв на денёк смотаюсь, а? Ага. Давай, смотайся на денёк. Ага. Танёш? Ага. Подожди. Извращенка. Слабак.